Всем привет, с вами Дмитрий Михайлов Очередной мой объект Перед вами котел Violent TurboTec Закрыта камера сгорания Почему закрыта? Потому что у него подсос воздуха В камеру сгорания идет По отдельной трубе и выход газов Также идет по отдельной трубе То есть здесь идет разводная система Ставится адаптер на трубу Потому что стандартно он идет с коксиальной трубой Но это по квартирное отопление И стояк идет один Под воздух и второй под выход газов Поэтому на этом объекте Именно такое подключение делается Изначально почему я здесь вообще оказался Это кухня И вот здесь вы видите Два патруб, которые у нас Из кирпичной кладки выходят Справа под воздух Вентиляция и слева из нержавейки Не знаю, либо это пищевая нержавейка Либо 304, либо 316 Не знаю, ну не магнитится, слава богу Норм придерживается Но так проект поменялся Появилась своя котельня И перепланировка Котел оказался совсем Со технической обвязкой Вот в этом месте И выходим мы Наша задача вывести его здесь Две трубы алюминиевые Сейчас я покажу попозже Покажу попозже какие трубы И здесь у нас Обратите внимание Вот такие две Идут шахты Два короба Слева и справа В них мы сделаем отверстие Покажу бандаж Как привязка делается В существующий уже канал Все вопросы решаемы Никаких проблем нет Ничего Нерешаемого нету Вопрос, как знаете В цене стоит К сожалению, я вижу потеки С левой стороны На оценковке И с правой Неизвестно от чего Они может от конденсата Может от С верхнего По стояку Откуда вот окапает Но это уже Вопросы проектантов Не мои Моя задача Врезаться именно В эти шахты Сделать герметичный Подвод И соответственно Чтобы Газу Оправить Все В правую В правый короб Пошлите покажу Я вам сейчас Какие трубы Буду монтировать Потому что По ним есть Вопросы Если делать по нормальному Не закрывая глаза На определенные вещи Ну и сейчас вам покажу Почему Теперь переходим К трубам Вот это Так называемый Адаптер Это родной адаптер Вайланд Очень добротно Сделан Классно Очень хорошо Что здесь есть Крепежик Такой дополнительный Который фиксирует трубу И не дает По трубку Играть Потому что Когда выход газов идет Турбина включается Он может вибрировать Для того Что бы не было Есть такой Фиксатор Он отличается Не все Его ставят Такие Производители Вернее Ну реально решают И плюс Здесь есть Лента Для шумопоглощения Чтобы металл с металлом Не дребезжал Такие все вещи Вот за этот кролик Вот за этого кролика Вы и платите Потому что Ну вайланд Качественная труба Мне очень нравится С ней работать Но это если есть Она раструбная Если она идет На соединительной муфте То это уже так Так себе Позиция На раструбе супер А теперь смотрим Вот это называется Проходной сборник Конденсата Для чего он ставится Он ставится На выход газов Потому что на трубе Если мы дальше Будем собирать трубу Угол 90 В помещении Всегда идет Перепад По температурам И образовывается Конденсат Если мы его не ставим Сейчас снимаю Если мы его не ставим То конденсат Течет весь На теплообменник И потом У вас возникают вопросы Как правило Котел уходит из строя Еще раз повторюсь Что он может выйти из строя А может не выйти Как вам повезет Поэтому если вы хотите Испытать свою судьбу Можете его не ставить Потому что этот Патрубок стоит 53 евро И как правило Люди на нем экономят Вот эта вот заглушка Она съемная Выводится в канализацию С резьбой Аккуратно Одна-вторая резьба Реально классная вещь И мой вам совет Ставьте ее И спите спокойно Потому что если У вас минусовую температуру Выйдет котел из строя А на улице будет Там минус 20 Минус 30 То удовольствия Вы никакого не получите Поэтому ставьте Не жалейте И монтируйте Домоходы правильно Это алюминиевая труба Это угол 90 Производитель Профлайн Если я не ошибаюсь Да Не ошибаюсь Профлайн И обязательно Должна стоять Вот эта вот Силиконовая манжета Потому что Трубы Когда испытываются Они должны Выдержать определенное давление То есть это газоплотная резинка Она обязательно должна быть Если вы ее не ставите Ну вам не повезло Вы находитесь в регионе Где их нету Этих резинок То обращайте внимание Чтобы стояли Вот такие вот От бортовки Чтобы была канавка Для чего Чтобы залезть туда Красного цвета герметик Термостойкий герметик И тогда он выполняет Функцию резинки Но учтите Что если вы поставите герметик То вы эту трубу Уже не разберете Потому что красный герметик Он схватывает Так сильно Что разобрать Ну Все реально Но попортите просто трубу И вот такие элементы Будут использоваться Вставки полуметровые Метровые И это что касается Полуминиевой трубе Потому что в республике Беларусь Сейчас прописали нормы Полуминиевым трубам С 1 февраля 2018 года Это очень радует Потому что В СНИПе появилось Такое понятие Как коксиальная труба Как кондиционный котел Пластмассовая труба Потому что Очень радует Потому что эти нормы В последний раз Изменялись в 2003 году Эти нормы работают На территории республики Беларусь Смотря на то что мы находимся В Евразийском Союзе В России Они насколько я знаю Не работают пока что И вот это вот такой элемент Бандаж так называемый Он будет крепиться у нас В канал Именно в тот короб На тот короб одеваться Вставляться Монтироваться Можно назвать как хотите Но будет крепиться Непосредственно коробу Сделан он из 316 нержавейки Это толщина 1 мм А вот это 0,8 0,8 и 1 мм Почему 1 Потому что 0,5 Либо 0,6 Она идет волной Если вы ставите ее Некрасиво Ее очень тяжело укрепить Жесткости нет А так вы в плоской ставите И она жестко держится Он только надо будет закрепить Все По трубам я рассказал Такие монтажные моменты Снова уже Прописали еще нормы Что толщина металла На алюминиевых трубах Должна быть не менее Полтора миллиметра Об этом пока что Мало кто знает Но я своим подписчикам Обязательно об этом скажу Все Покажу вам в конце Свою работу Как мы работаем Как мы ставим И покупайте Качественные дымоходы И спите спокойно Закончили Монтаж на этом объекте Котел Вайлан Турботек Теперь вернемся мы К домоходу Это котел Закрытый Камера сгорания То есть Почему он закрытый Потому что у него Он воздух берет извне Либо из улицы Либо из шахты То есть Не из помещения Ни в коем случае Не путайте Нельзя этому котлу Брать воздух из помещения По строительным нормам Это запрещено Воздух должен браться извне Поэтому здесь может Служить Либо улица Либо вентиляция Которая идет вдоль дома Так как это Поквартирное отопление Одна шахта идет Под газ Под выход газа Вторая Под вход воздуха То есть Приточная вентиляция Она постоянно дует Поэтому котлу проблем Не будет взять То количество воздуха Которое необходимо Это родной Вайландовский адаптер Очень удобный Очень хороший Как всегда Вайланд на высоте Объясню почему Вот эта вот Дополнительно Лента приклеена Шумопоглощающая Одновременно Она служит для того Чтобы Сделать герметичным Примыкание Вот этого вот Листа верхнего кожуха И адаптера То есть Когда вы зажимаете Вот эту вот муфточку Здесь такое крепление Г-образное Вы ее закручиваете И она полностью Прижимает ее Вдавливает Все Тем самым Обеспечивается герметичность Я очень люблю С вами обработать Потому что Ну реально Очень большое Получаю удовольствие От того качества Которое они предлагают Но снова же За разумные деньги Дальше Одна труба Идет у нас Под Вот эта труба Слева Она идет Для подачи воздуха В камеру сгорания Она также Собирается По конденсату Везде здесь стоят Уплотнительные Газоплотные резинки Они необходимы Вторая труба 80 диаметра То есть 80 здесь 80 здесь Идет Для выхода газа Здесь стоит Вот такой вот Сборник конденсата Проходной Довольно дорогая вещь Но она Оправдывает себя Объясняю почему Потому что Конденсат Будет образовываться Никуда вы не денетесь Он может быть Здесь образовываться Здесь Здесь То есть Перепад температуры Есть Можно схитрить Поставить Вот этот вот Сегмент Под углом Делать отрицательный угол И направить То есть Его вниз Вот таким вот образом Но вы Тем самым Снимаете Конденсат Вот отсюда Но не снимаете На прямом участке Обязательно Разгонный элемент Должен быть Здесь так получилось Что это 700 миллиметров Где-то разгона И Конденсат Который стекает Образовываться На этом сегменте Если не поставить Этот сборник Проходной Он будет Течь у вас На теплообмене Не дай бог Теплообменник Выйдет Минус 30 У вас Большие-большие Проблемы Поэтому Поверьте мне Если есть возможность Поставьте Лучше Такой сборник Конденсата К сожалению Они в цветах Цвет белый Но то он Отличается Потому что Нету Вайландовского На счет Минске Такого проходного Сборника Мне пришлось Взять Арестон Они взаимозаменяемые Проблем нету У него Здесь идет Выход Одна-вторая Я вам еще Показывал Сюда Просто заглушка Откручивается И в дальнейшем Выведется Система В канализацию И будет Автономно То есть Мы тем самым При помощи Этого сборника Защитили Теплообменник От Конденсата И выхода Строй Также Система Собирается Через Газоплотные Резинки Силиконовые И Система Пошла В сторону Я вам сейчас Покажу В дальнейшем Как это Выглядит А здесь Смотрите И запоминайте И С другой стороны Комнаты То что я вам И говорил Вот эта Шахта Пошла Под воздух Работа Как приточка Вот эта Пошла Под выход Немножко По креплению Покажу Вот такой Вот элемент Делается Врезается В основной Стояк И дальше Выводим В патрубок Вот этот угол 90 Вставляем Уже В Патрубок Почему угол 90 Снержавейки Потому что Не получилось бы Очень длинный Еще раз Объясняю Вот эти вот хвосты Вот это И вот эта часть В 90 Снержавейки Они Длинные А если сделать Сварным Двухсегментом То это Неправильно Потому что Плавный Должен быть Переход Когда Котел Работает Более Четко И более Ровно Здесь Такой Сегмент А здесь Немножко Выше Все то же Самое Через Герметик Приклеивается Все И ставится На заклепки Обязательно Только нержавеющие Заклепки Ни в коем случае Не экономьте Потому что Запомните Вы В дальнейшем Все делаете Отделку А здесь Будет литься Кислота Никуда Вы от нее Не денетесь Если через 10-15 лет У вас Отвалятся Алюминиевые Заклепки То вы Удовольствия Никого не получите Поэтому Ни в коем случае Не экономьте Постарайтесь Найти Заклепки Из нержавейки Приклепать Именно Вот эти Элементы С нержавейки Обязательно И там Где кислота В газовом Снабжении На дымоходах Используйте Обязательно Нержавеющие Не алюминики На твердотопливе Еще где-то Можно закрыть Есть места Где можно Алюминику поставить Но не на газовых Котлах И Вот такая Вот Получилась у нас Конструкция Я доволен Своей работой Заказчик Тоже доволен Никаких вопросов Не будет возникать Все с перестраховкой Сделано Поэтому Всем хорошего настроения С вами был Дмитрий Михайлов Comment Buy Заказывайте у меня Монтаж дымоходов Еще раз напоминаю Все элементы Которые вы увидите Вы можете купить Адаптирую Дымоходы Нестандартные Какие-то ситуации Всегда можно найти выход Главное Чтобы было желание Все Хорошего всем настроения С вами был Дмитрий Михайлов Comment Buy Пока Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok